Неделя такая разнообразная, насыщенная, каждый день новое событие. И вот 13 октября у нас как раз стартует именно акция. Мы придумали сделать такую акцию белорусских песен на лавочке. На лавочке такое объединяющее звено, когда мы все сидим, песни поем. И вот именно 13 у нас начнется народное голосование. В течение месяца мы уже собираем заявки от коллективов, от отдельных исполнителей Новосибирской области. А что нужно сделать в этом, что ты не чувствуешь? Нужно просто, сидя на лавочке или там пританцовывая, затянуть белорусскую песню, отправить нам видео. Завтра, кстати, уже заканчивается прием заявок, так что у вас есть еще возможность прислать нам... А какие вот известные белорусские песни, которые вот у нас, вот застольные какие-то? Ты что? Окосил ясь конюшину. Так, а еще что поют? А еще тячая вода у Ярок. Вот, опять же. А это из другой, которые не сихали воду, да. А еще чарка на пассажок вообще. Чарка на пассажок. То есть можно, например, сидеть где-то вот за столом с семьей, да, с друзьями. То есть у белорусов тоже, как и у нас, все вокруг еды и чарка, да? Да, 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 это понятно. Сняли видео, выложили в соцсети, да? Прислали нам видео. Еще мы выложили это все у себя в группе ВКонтакте и будет именно народное голосование. То есть каждый человек может просто отдать за понравившийся коллектив или исполнителя свой голос. А вы что будете дарить? А мы подарим золотой диплом. Ой, как здорово. Слушайте, ну это почетно. Ну это первый день, да, интернет-акции. Кстати, вы уже совсем скоро, друзья, мы разыграем два пригласительных билета на арт-встречу «Белорусский формат». Ну о ней там чуть попозже. Не пропустите, будьте наследие. Он, конечно, золотой, но все равно из картошки будет. А потом случится у вас некая онлайн-презентация фильма. Что это за фильм такой? Да, у нас в этом году 20-летие Центра Белорусской культуры. Ну, поздравляем. Да, юбилей. И вот именно в этом фильме мы хотим отразить уже, точнее, большая подготовка ведется к созданию этого фильма. И, конечно, о нашей деятельности. Так что любой желающий может посмотреть. Везде, в соцсетях мы на сайте Дома национальных культур выложим этот фильм. Конечно, о нашей деятельности. Самое главное, что вот этот вот плод того, что мы сейчас делаем. Анастасия, а насколько вообще велика белорусское сообщество в Новосибирской области? А, ну в Новосибирской области очень сложно подсчитать, сколько белорусов. Ну, около 8 тысяч. Но еще самое интересное, у нас же в Сибири, в Новосибирской области в том числе, есть места компактного проживания белорусов. И есть даже такая деревня Колбаса в Кыштовском районе. Никто еще не знает, где проживают потомственные белорусы, которые до сих пор сохранили язык. Ну, конечно, уже русский туда вмешался. Но в любом случае есть там такие колыбельные сохраненные. И речь немножко белорусская. А, наверное, еще учитывая то, что белорусский язык тоже на месте не стоит, развивается. А они-то помнят его еще тем, каким он был, сколько-то там, ну, сто лет назад. Да, да, да. Во времена Столыпинской реформы как раз эта деревня осваивалась. Кыштовский район. Отдельное доброе утро от Радио 54 деревни Колбаса. Это слово очень любит Кузнецов, поэтому это, понимаете, в геолокации. Завтра в геолокации ждем Колбасу. Теперь будет богат с нами и Колбаса с нами, да, тоже. Вот. А еще у нас, конечно же, есть определенная связь с Республикой Беларусь непосредственно. И в связи с ситуацией, в которой мы сейчас все проживаем, не получилось пригласить представителей. Ну, не получилось, не успели еще. Но у нас состоится арт-мост «Сделай вытянанку». Вытянанка – это тоже такой вид декоративно-прикладного искусства. Вырезанка, вырезанная из бумаги, в общем, мастерство. И вот мы будем изучать такое прям в прямом эфире. С белорусской стороной, с Могилевским областным домом творчества и культурно-просвидетельской работы мы будем делать в прямом эфире вытянанку. Здорово, можно будет всей семьей тоже подключиться. Конечно. Я с вами все незнакомые слова на бумажку записываю. Вытянанка, слушай, ну вот... Вырезанка, вытянанка, вырезанка. Ты представляешь, какое удовольствие получат наши с тобой дети? Твоя трехлетка, моя четырехлетка. Вытянанку-то в прямом эфире. Ножницы придется прятать. Это правда. Это третий день, да? Да, это уже третий день. Где будет эфир проходить прямой? Прямой эфир будет в Доме национальных культур. И, кстати, мы приглашаем мастеров декоративно-прикладного искусства, кто этим уже занимается, чтобы они эту технологию себе переняли и, возможно, тоже показывали ее у себя на местах, в области. Ну, а вещать будете в этот момент в Инстаграме, на Ютьюбе? На Ютьюб-канале Дома национальных культур. Есть подозрение, что не только я не знаю, где находится этот Дом национальных культур. Дом национальных культур находится на Ельцовской, 5. Приходите к нам. То есть можно и ногами прийти, и подключиться к прямому эфир? Да, но, естественно, предварительно записавшись. Будут работать у нас интерактивные зоны. И впервые мы будем делать тоже большую такую коллаборацию, можно сказать. Белорусское слово, хорошая коллаборация. Будет у нас совместное творчество, мы будем делать большой ковер белорусский. Называется это Малеваны Дываны. Дываны – это с белорусского ковер, то есть ковер, на котором рисуют. И вот каждый, кто придет, может попробовать нарисовать. В общем, на этом ковре это льняное полотно, красками будем рисовать различные цветы, кто-то животных. И вот у нас такое получится большое искусство совместно. И потом куда этот ковер? Останется как память, да, тем более, что 20 лет центру. У нас будут там песни, будут выступать коллективы, будет виртуальная экскурсия. Мы подготовили с Национальным историческим музеем Республики Беларусь виртуальную экскурсию. То есть люди смогут посмотреть, окунуться в атмосферу музея, посмотреть, как там проходят, как... Ну вот подробности нужно увидеть, не могу все рассказать. Это уже будет четвертый день, получается, с 16-го числа. 16-го, да. Пятый день, он у нас на самом деле начнется с 16-го, на четвертый день, потому что мы сделаем открытие фотопроекта истории белорусок в лицах. И уже с пятого дня каждый человек по предварительной записи сможет прийти в Дом национальных культур, это Ельцовская 5, и посмотреть на этот проект. Тоже в течение месяца мы готовились, искали героинь. Это фотопроект, направленный вот на истории жизни девушек белорусок. Обычных или каких-то очень известных? Обычных, совершенно обычных и известных у нас есть... Обычных на территории Новосибирской области или Беларуси? А кто у нас известный белорусский? У нас известная белорусска. Помимо Анастасии, да. Мария Белокурская, солистка театра оперы и балета. Она с лишним лет прожила в Белоруссии, получила там образование, и здесь сейчас она уже живет порядка пяти лет, работает в театре оперы и балета. Вот, это наша самая известная девушка, вот. А так у нас есть член союза журналистов в нашем фотопроекте Людмила Белявская. Поэтому разные девушки с разной историей, есть даже маленькие внучки, допустим, Владимира Павловича Дроздова, он у нас председатель Чернобыльской организации, это его внучка. Он у нас тоже белорус, а она его внучка, и она вот эту историю расскажет. Каждая из этих девушек, каждая в национальном белорусском костюме, что, конечно, тоже определенный шарм придает и девушкам, которые, допустим, ну, как артисты-то, конечно, костюм на себя примеряют, а вот обычные девушки-то никогда же и не примеряли на себя национальный костюм, а здесь вот они именно в национальном костюме. Каждая со своей историей, вот, мы это покажем. Очень интересно. Ваша личная история, связанная с этим замечательным местом, как она выглядит? Моя личная история, конечно, уже началась давно, 10 лет я в центре белорусской культуры, но самое важное, наверное, идет... Ну, вы родились сами. Я родилась в Новосибирске, но корни мои белорусские. Бабушка моя во время войны со всей семьей переехали в Новосибирскую область, в Северный район, поэтому... Родина моя Белоруссия, песни партизан. А на самом деле уже настолько все объединены общей культурой, и, наверное, в каждом уже кровь помешанная, и сложно найти чистого и белоруса, и русского, и разные национальности. Это тоже верно, но у каждой национальности есть свои некие особенности характера, отношения к жизни, каких-то еще историй. И вот если в нескольких словах, предложениях попробовать описать... Белорусский народ? Да, да, то они какие? Щедрые, доброжелательные, отзывчивые. Кухня же потрясающая совершенно. Конечно. Что вы лично любите больше всего из белорусской кухни? Вы знаете, у нас дома традиция даже. У меня родители живут в сельской местности, мы копаем картошку и всегда делаем драники. Ну, драники, кто-то сомневался. А еще, кстати, вот тоже пандемия этому послужила, во время пандемии мы придумали сделать такой проект на Ютубе, называется «Смачно». Вкусно, то есть, да? Да, вкусно. Мы приглашаем человека, и он рассказывает, ну, белоруса какого-то, и он рассказывает о секретах приготовления национальной белорусской кухни, что он готовит дома. Вот мы уже приготовили холодник, приготовили драники, следующий холодник – это холодный белорусский суп. Ты заметила, что я уже три белорусских слова знаю? То есть, как всегда. И все наши жители, кстати, тоже уже. Поэтому спасибо вам, что сегодня у нас осталась такая встреча и разговор. Радио 54 Первое. Областное радио.